Представители мусульманских и иудейских религиозных общин из 18 европейских стран во вторник собрались на двухдневную конференцию в Париже. На встрече они обсудят совместную кооперацию в свете нарастающей напряжённости в Европе в отношении их традиций. Европейский еврейский конгресс, который является одним из организаторов мероприятия, отмечает, что на их религиозные обряды в Европе совершаются нападки. По их мнению, в целом атмосфера, которая окружает представителей этих религий, накалилась. Так, 28 августа в Берлине было совершено нападение на 53-летнего раввина и его 7-летнюю дочь. Мужчину жестоко избили неизвестные подростки. Ранее по Германии прокатилась волна негодования со стороны мусульман и иудеев после того, как суд Кёльна запретил проводить религиозные обрезания мальчикам. Имам из Боснии Мустафа Церич говорит, что в свете общественных дебатов во многих европейских странах в отношении кошерного и халяльного мяса, а также других религиозных традиций, иудеи и мусульмане должны работать вместе. «Я считаю, что это наша историческая ответственность – мусульманской и иудейской общин в Европе – подать другим пример, что возможно договориться. Может, не по глобальным, но по конкретным вопросам. И поэтому мы здесь». Раввин Иосиф Леви, который работает в Италии, выразил схожее понимание. «Как еврейские общины, так и мусульманские столкнулись в Европе с похожей ситуацией в юридическом и социальном плане. Сейчас мы, как никогда, должны работать совместно». Напомним, что первая встреча мусульманских и еврейских лидеров Европы состоялась в декабре 2010 года в Брюсселе. Ожидается, что в будущем подобные встречи будут проходить на постоянной основе. Продолжение следует...